Привет, YouTube! Привет, сообщество! Сегодня у нас заточный материал по абразивам K714A. Вы знаете, качественная заточка ножей, вот будучи простым, довольно простым процессом, тем не менее порождает массу мифов и заблуждений. Это вот, на мой взгляд, вообще всегда происходит, когда сугубо технический процесс сталкивается с бытовым воплощением его. В итоге мы получаем вот сейчас ситуацию, при которой подавляющая часть заточенных производительных устройств, я про все сейчас говорю, закладывают цель острый нож за минимум времени. А острый и хорошо заточенный – это далеко не всегда одно и то же. Данное утверждение было неоднократно показано и доказано на канале, и еще будет. В ответ на это течение, разумеется, разумеется, происходит обратное, происходит реакция, когда заточный процесс чрезвычайно усложняется. И наиболее ярким примером, на мой взгляд, служит, ну, все-таки неоправданное стремление к всяческого рода натуральным абразивам. И здесь, конечно же, есть задачи и условия, когда подобного рода абразивы оправданы и дают результат. Но это далеко не всегда панацея. А порой, порой банальная растрята средств с получением, вы знаете, ну, даже более худшего результата. И вот это все в совокупности заточку мифологизирует. И из банальной и довольно примитивной шлифовки вырастает, прости господи, творчество. Что, разумеется, не так. Конечно же, этот процесс требует и навыков, и знаний, и опыта, и оборудования, как и любой другой процесс в целом. И главная проблема состоит, на мой взгляд, в том, что подобная мифологизация приводит к провалам в реальных знаниях. И над одним из таких провалов я хочу сегодня немножко поработать. Изначально этого материала не планировалось. Но серия 14 отработала лучше, сильно лучше ожиданий. И, разумеется, возникли вопросы, а что ты еще можешь? Существует, вы знаете, некое общепринятое суждение. Вот некая граница между применяемостью синтетических абразивов на основе оксида алюминия и суперабразивов. То есть синтетических алмазов, кубонитрида бора. И вот, на мой взгляд, эта отсечка описывается очень по-разному. Кто-то видит в этом категорию производства металла. Но если огрубить, порошок на алмазы, кто-то видит в этом твердость. Вот выше вот этой величины на алмазы. На мой взгляд, оба утверждения не верны. И на эту тему будет любопытный материал. Кто-то видит в этом ограничителе состав металла и исполнение самого абразива. И вот здесь, на мой взгляд, уже стоит копаться. Исходя из своего опыта, я не могу сказать точно, что готов четко и ясно обозначить эту границу. Тесты и опыты, не созданные, сформировали для меня привычные шаблоны применения абразивов. И вот сегодня я хочу понять, могу ли я создать новый шаблон. А именно, справятся ли бюджетные абразивы КСИМ-14А с порошковой сталью РВЛ-34 на твердости в 62 единицы. Как камни засаливаются и очищаются, можно пронаблюдать в первом ролике про серию 14А. Ссылку я оставлю в описании, посему останавливаться на этом не будем. Во-первых, почему, собственно, РВЛ-34 на твердости в 62 единицы? Как я говорил ранее, в первом материале, 14А это очень толковое ядро стартового набора. Но вот так бывает, что покупая абразивы для относительно бюджетных ножей, человек может столкнуться с необходимостью заточить что-то более серьезное. РВЛ-34 лежит, вы знаете, в очень распространенной группе. В их числе АТС-34, 154СМ, Н690, АУС-8 и прочие. Второе. Делая материал, по возможности я стараюсь задавать ножу совершенно непотребный угол. Ну вот в данном случае толщина подвода стартует с 1,6 мм при угле в 30 градусов. Разумеется, такая возможность есть не всегда, но она желательна. С учетом этого, ну а также ввиду того, что регулярно, скажем так, подтаскивается камера, проводятся съемочные манипуляции. Вот ввиду всего этого оценить скорость работы адекватно не представляется возможным. В 14А эти абразивы отлично себя показали на простенькой нержавейке на кухонном ноже. И справились? Справились. Именно справились с текущей задачей. Повторюсь. Видите ли, даже в рамках классических высококачественных нержавеек задача была сложной. Все-таки это кастомная термичка из 62 единицы. И разумеется, чувствовалось, что камням непросто. Скорость, по ощущениям, невысокая. Нужно учитывать, что в реальной жизни на сведение в 0,8 накатывать угол в 30 градусов идея так себе. И, надеюсь, у меня в некоторой степени получилось развеять миф о том, что для твердых металлов железно необходимы суперабразивы. Это не так. Мы еще, друзья, с вами будем говорить и будем тестировать серию 25А, которая дороже. И именно она рекомендована производителям для металла такого класса. Это мы с вами, друзья, еще проверим. Но пока подытожим. 14 серия – это отличное ядро стартового набора. К слову говоря, вы могли пронаблюдать микроскопию камней. Вот никакой дополнительной чистки или выравнивания не было. Это камни после заточки. Пока вот я не понимаю до конца, что дает и вообще, что может дать такая картинка. Но соберем побольше информации, а оси пригодится. Спасибо за просмотр. Пока.